Всем привет, ребята! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Секрет Генри. Мне жаль, что так получилось с моим отцом. Порой ему не хватает тактичности. К тому же он застукал нас в такой позе. Мы переглядываемся и прыскаем со смеху. Хе-хе-хе-хе, какая неловкая вышла ситуация. Все как надо. Он заводит машину, и мы едем ко мне домой. Спасибо, что решил быть со мной честным. Он делает гримасу. Да, это хоть и часть правды, но груз на плечах стал полегче. Надеюсь только, что ты не устанешь меня ждать. Я доверяю тебе, и я верю в нас. Я не ждала тебя все это время, чтобы в конце концов оттолкнуть. Я не Мелани. Последнее замечание задевает его за живое. Знаю. Не отрывая глаз от дороги, он целует мне руку. Спасибо, что выслушала меня. Думаю, что Клеман и Жасмин не забыли о твоем дне рождения. Клеман подарил мне накладные ногти с изображениями моих любимых супергероев. Жасмин от этого была не в восторге. Хе-хе-хе-хе-хе, вот он дает. Что касается Жасмин, то она скорее сделала подарок самой себе. Что именно? Она подарила мне билет на концерт Джея. Хе-хе-хе, ты бы только видел, какое лицо было у Клемана. Генри никак не реагирует. Я думала, что его это размешит, но похоже, что это не так. Он все-таки улыбается. Подарок действительно для нее самой. Думаю, она придумала это для того, чтобы ты непременно пошла на концерт вместе с ней. Именно так. Она тебе уже предлагала сходить на его концерт? Да, но меня никогда это особо не привлекало. А я думал, тебе нравится Джей. Ну да, но идти на его концерт, оказавшись в кругу истерично вопящих девушек, так себе идея. Понимаю. Мне больше нравится Мистерия. Хе-хе-хе. Я уже догадался. Ну а ты все-таки пойдешь на концерт вместе с Джасмин? Да. В конце концов, я уже смирилась с этим и даже почти рада, что пойду. Думаю, что это будет классный опыт. Мы приехали. Генри паркуется перед воротами моего дома. Я выхожу из машины, пока он ее обходит, чтобы подойти ко мне. Он обнимает меня за талию и притягивает к себе. С днем рождения, Лайла. С днем рождения, Генри. Он нежно меня целует. Поцелуй мне кажется слишком коротким, даже если я стараюсь продлить его как могу. Это заставляет его улыбнуться. Тебя ждет семья. Увидимся завтра. Ты приедешь в лицей вместе с братом? Да. Хорошо. Тогда я буду ждать тебя перед лицеем. Хорошего тебе вечера. Он целует меня в последний раз. Давай, иди. Он смотрит, как я прохожу через ворота и уезжает. Ну, наконец-то! Мы тебя заждались. Мы же так опаздываем. Да. Эй, что это у тебя за выражение лица? Хм? Меня все еще немного качает, и голова совершенно пуста. Вот это денек! Дорогая, ничего себе! Кажется, ты летаешь в облаках. Ты что, с Генри была? Я возвращаюсь к реальности. Хм? Что? Генри? Я краснею, вспоминая, как мы обнимались на диване. Да. Это... Несмотря на все мои попытки сдержаться, у меня на лице появляется глупая улыбка. Пф! Можешь воздержаться от подробностей. В гостиную заходит папа. Ну что, ребята, поехали! Я провела отличный вечер в кругу семьи. Мы пошли в мой любимый ресторан. Мне удалось вернуться к реальности и насладиться этим моментом. Но как только я осталась одна в своей комнате, все мои мысли снова о Генри. Я только и думаю о том, что с нами произошло. Я даже не предполагала, что наши отношения могут быть такими чувственными и страстными. Ему, наконец, удалось открыться и подтвердить мне, что у него еще есть секреты. Но даже если он еще не готов мне обо всем рассказать, я верю в наше общее будущее. В его голове все когда-нибудь успокоится и прояснится. Как же любопытно узнать, что за секрет его так мучит. В который раз я вынуждена ждать. Но теперь в этом ожидании я могу в полной мере насладиться нашими отношениями с Генри. Он хотя бы меня успокоил, что это не страшно. И это самое главное. Я засыпаю легко и непринужденно. Я встаю рано этим утром. Сон как рукой сняло. Я слишком тороплюсь снова увидеться с Генри. Время я использую для того, чтобы привести себя в самый лучший вид. У входа в лице я вижу Генри, уткнувшегося носом в новую книгу. Он меня ждет. Я подхожу и останавливаюсь прямо перед ним. Привет, красавец-блондин! Удивленный, он поднимает глаза и улыбается мне. У меня подкашиваются ноги. Блин, неужели он стал еще красивее? Привет. Он раздевает меня взглядом и меня наполняет гордость за то, что мои утренние усилия не прошли даром. Генри, кажется, нравится то, что он видит. Он берет меня за руку и переплетает наши пальцы. Лайла, ты просто великолепна! У него блестят глаза, и я заливаюсь краской. Все еще облокотившись о стену школы, он притягивает меня в свои объятия и нежно целует. Я пытаюсь сдерживаться и не требовать большего. Не говоря ни слова, мы просто смотрим друг другу в глаза. Эй, привет, чувак! Блин, это же мой брат! Я думала, что он уже зашел в школу. Привет, Алекс! Генри готов парировать атаку, однако не отпускает меня из рук. Похоже, что ты все-таки решил, чего хочешь. Впервые с тех пор, как эти двое знакомы, Алекс улыбается Генри. Конечно, это не широкая улыбка, не будем преувеличивать. Но все-таки искреннее. Похоже, что да. Алекс протягивает Генри руку, чтобы поприветствовать его. Этот простой жест очень символичен. Генри тоже улыбается и жмет ему руку. Круто! По крайней мере, больше не придется видеть эту зомби дома. Я уже не мог этого выносить. Однако я буду приглядывать за тобой. Не сомневаюсь. Ладно, пока. Алекс уходит. Мы с Генри смотрим друг на друга в состоянии легкого шока от сцены. Мой брат повел себя как цивилизованный человек. И помирился с моим парнем. Если бы только я был готов к этому. Жасмин с Клемоном, должно быть, ждут нас. Пойдем. Мы с Генри подходим к друзьям, держась за руки. У меня на лице написано «Победа» и «Абсолютное счастье». Боже мой! Мы несколько месяцев ждали, чтобы это увидеть. Ха-ха-ха-ха. Привет. Я и не заметила, как он подошел. Хосен, привет. Привет, Лайла. Ты вся сияешь этим утром. Эээээ... Спасибо. Я чувствую, как рука Генри непроизвольно сжимается. Он говорил мне, насколько ему было тяжело переносить присутствие Хосена. Хосен протягивает Генри руку. Подумать только. Сегодня прямо день протянутых рук. Генри с некоторым недоверием жмет ее. Не переживай, я ничего не буду больше пытаться предпринимать. Парни, тем не менее, обмениваются вызывающими взглядами. И Хосен уходит. Генри, не переживай. Для Лайлы существуешь только ты. Жасмин. Я краснею от стыда. И глазами испепеляю Жасмин. Ее это очень забавляет. Тогда я могу быть спокоен. По крайней мере, напряжения больше нет. Мы все вместе идем в класс. Итак, уже начался июнь, и выпускные экзамены ждут вас в конце месяца. Надеюсь, что вы уже начали к ним готовиться. Ну да. Что касается меня, то это не совсем так. Две последние недели были такими эмоционально насыщенными, что я начала отставать по этой части. Сначала я отсутствовала, потом мне не хватало сосредоточенности, так что я не усвоила материал довольно многих важных занятий, и выпускные экзамены меня очень беспокоят. Сегодня мы будем работать над экзаменационными заданиями прошлого года. Все берутся за дело. Но, как и ожидалось, тест я провалила, что расстроило моего любимого преподавателя. Мадемуазель Лайла, вам необходимо подойти к подготовке очень серьезно. В начале года вы занимались очень прилежно, а накануне выпускных, по-моему, вы начинаете отставать. Будьте рациональны и принимайте сейчас же за работу, иначе с экзаменами вы можете не справиться. Ох, это полный отстой. Генри сидит рядом и смотрит на меня с беспокойством, но ничего не говорит. Я только слышу, как он вздыхает. По окончании урока препод подходит к Генри и просит его о чем-то, но я не могу расслышать. Генри тотчас же начинает быстро искать что-то в сумке. Многие вещи вываливаются на пол, но он торопится к учительскому столу месье Навара, чтобы передать какой-то конверт и закончить разговор. Среди книг и других вещей, оказавшихся на полу, я замечаю старую тетрадь. Она раскрыта. Я наклоняюсь и беру в руки раскрывшуюся тетрадь. Узнаю витиеватый, почти неразборчивый почерк Генри. Глазами пробегаю по текстам. Кажется, это поэзия. Здесь много стихов, написанных по-английски и по-французски. Многое зачеркнуто. Я не решаюсь полистать тетрадь, поскольку очень боюсь, что у меня на лбу зажгутся слова «любопытная Варвара». Я знала, что ему нравится писать, но не знала, что ему нравится стихотворный жанр. Он говорил мне, что предпочитает романы. Мне неловко. С этими текстами что-то не так. Но я не могу точно сказать, что именно. У меня такое чувство, что они мне знакомы. Лайла? Я подскакиваю на месте. На лбу у меня начинают проявляться те самые буквы и сейчас уже начнут светиться. Даже если я и не рылась в его вещах, у меня такое впечатление, что я все равно посмотрела не туда, куда нужно. Я быстро прихожу в себя. Генри, у тебя из сумки выпала эта тетрадь. Я протягиваю ее ему обратно. На какой-то очень короткий миг мне показалось, что в его глазах промелькнула тень тревоги. Он улыбается мне, почти выдавливая из себя улыбку, берет тетрадь и складывает ее. Спасибо. Я не видел, что она упала. Что и говорить. Жир – это жизнь. Сегодня в столовой нам приготовили картошку фри. И мы очень этому рады. Для тебя кухня – это только жареная и жирная. Ты когда-нибудь сам ожиреешь? Ох, вот так сразу, такие высокопарные слова. Напоминаю тебе, что я сжигаю этот жир. Я ведь великий баскетболист. Конечно. Но если ты поешь немного зелени, тебе от этого плохо не станет. Мы с Генри смеемся. Потом наклоняется ко мне. Кстати, о кухне. Есть местечко, которое я хотел бы тебе показать. Ты приглашаешь меня в ресторан? Как я рада. Да, похоже на то. О, с удовольствием. Я пока не знаю, какие тебе нравятся места. У меня такое впечатление, что все парни нашего возраста едят только пиццу и фастфуд. Ха-ха-ха-ха. А я не такой. С раннего детства мои родители водят меня по ресторанам, так что у меня есть в запасе парочка хороших адресов. Он украдкой берет один ломтик картошки из моей тарелки. Эй, это моя картошка! Как это мило! Энза. Его слово «мило» кажется таким неискренним. Он в компании двух оставшихся спортивок и вызывающе смотрит на нас. Самая большая загадка века, что Лайла потеряла с таким гиком. Энза, у тебя проблемы? Мне рассказали, что у тебя большая крутая хата, от которой так и тянет бабками. Я начинаю лучше понимать некоторые вещи. Не думал, что Лайла относится к таким девушкам. Падким на деньги. Генри улыбнулся. И это, похоже, не совсем то, чего ожидал Энза. Ты мной настолько одержим? Что? Как же печально, что тебе приходится изобретать невероятные теории и находить жалкие причины, чтобы объяснить выбор Лайлы в мою пользу, а не в твою. Послушай моего совета. Смени пластинку. И прими свое поражение достойно. Как подобает мужчине. Да пошел ты, шут гороховый. Валим отсюда, нам нечего делать с этими лохами. Как всегда учтивый и обходительный, Энза уходит. Генри так просто от него избавился. Ему удалось найти нужные слова. Я буквально таю. Энза уже достал. Надеюсь, что после этого он оставит тебя в покое. Но Генри, похоже, не хочет продолжать развивать эту тему и поворачивается ко мне. Лайла, тебе нужно серьезно начать готовиться к выпускным. По-моему, в последнее время ты начала отставать в учебе. Я знаю, что во многом здесь есть и моя вина. Кажется, он действительно чувствует себя ответственным за это. Генри, нет. Это не... Слушай, я ведь почти неделю проболела и... Ты же знаешь, что я говорю не об этом. Да, я знаю. Он видел, как я бродила, словно непрекаянная по школьным коридорам, когда он заявил, что снова будет держать дистанцию между нами. Я опускаю взгляд. Но это все-таки не твоя вина. Позволь мне тебе помочь. Предлагаю готовиться ко всем предметам вместе. Если мы начнем пораньше, ты сможешь наверстать упущенное, и у тебя будут все необходимые к экзаменам основные знания. Ого! Готовиться вместе с Генри! Какая... Возбуждающая перспектива! Да, мне будет очень приятно готовиться с тобой. Я уже начинаю фантазировать на тему подготовки. Я представляю, как мы лежим в обнимку на моей кровати, заваленной моими конспектами, а его очки у меня на носу. Э-э-э, Генри, судя по ее выражению лица, я ни капли не сомневаюсь, что она понимает что-то другое под подготовкой. Его замечание возвращает меня на землю. Что? Нет, нет! Несмотря на мои протесты, по мне этого не скажешь. Ха-ха-ха-ха-ха! Нет, Лайла, тебе не удастся никого обмануть. Генри строго смотрит на меня. Я говорю тебе о настоящей подготовке, Лайла. Выпускные уже на носу. Но... но... Это несправедливо. Ты слишком серьезен. В знак протеста я скрещиваю руки на груди. Можно подумать, мне пять лет, и кто-то отказался исполнять мой каприз. Я всегда серьезен, когда речь идет о выпускных, особенно учитывая то, что в таком положении ты оказалась из-за меня. Но я ведь уже сказала, что... Лайла, в любом случае, я тебе не оставляю выбора. Ничего себе, командир! Обожаю тебя, когда ты такой! Игриво повисаю у него на руке. Он, наконец, веселеет и улыбается. Лайла, ну я же серьезно! Я тоже. День прошел просто потрясающе. Даже если остальные уроки подтвердили опасения Генри, мне действительно необходимо хорошенько позаниматься, чтобы успеть подготовиться. А как я мечтала о том, как буду проводить время в его объятиях. По-моему, на этом можно ставить крест. Зная Генри, думаю, что он просто так теперь не отступится от своего и заставит меня заниматься так, как я никогда раньше не занималась. До посинения! Ой, новая СМС от Генри. Добрый вечер, красавица! Тебе будет удобно, если я приду к тебе в субботу после обеда для подготовки к экзаменам. Он меня в покое просто так не оставит. Ку-ку, мой дорогой! Я тоже провела сегодня с тобой отличный день. Хи-хи-хи. Лол. Надеюсь, что явлюсь к тебе в твоих прекрасных снах. Спокойной ночи, дорогой! Целую и обнимаю. Я отправляю свое дурацкое сообщение. Лайла. Генри. Ах, он мне звонит. Все-таки шуток он не понимает. Алло. Лайла, я серьезно. Я и не заметила. Боже мой, какой у него сладкий голос по телефону. Это очень важно. Да, знаю. Но все же... В чем проблема? Я бы хотела провести с тобой после обеденное время не только за занятиями. Однако я прекрасно представляю, что ты мне готовишь. После выпускных у нас будет время на все, что ты хочешь. Да, да. Я уже поняла. И потом, есть ли у меня выбор? Я чувствую, что он улыбается. Думаю, что нет. Можно мне хотя бы услышать что-нибудь ласковое перед сном? Уточняю. Что-нибудь, что никак не связано с выпускными. Хм, что-нибудь ласковое? Да. И что, например? Можешь сам догадаться. Ты же такой умный. Ха-ха-ха. Ну что ж, я могу тебе сказать, что ты выглядела сегодня просто потрясающе. Даже если в остальные дни ты тоже прекрасно выглядишь. Тон его голоса меняется. Я могу сказать тебе, что мне бы очень хотелось проводить время только с тобой. Часами обнимать тебя и целовать. И что я ужасно по тебе соскучился. Я буквально таю. Генри. Мне кажется, у тебя очень хорошо получается говорить что-нибудь ласковое на ночь. Я тоже так считаю. Надо признаться, что мне все-таки повезло с тобой. Так что вдохновения искать не нужно. Все парни в лицее продали бы душу дьяволу, чтобы оказаться на моем месте. Польщеная я улыбаюсь. Жду не дождусь завтрашнего дня. Я тоже очень по тебе соскучилась. Да. Черт. Что? Что происходит? Завтра. Завтра меня в лице и не будет. Что? Но... Но... Я... Я буду с отцом. У нас несколько важных встреч. Полагаю, что с вопросами лезть к тебе не стоит. Да, лучше не надо. Хорошо. Отдыхай, и приятных тебе снов. Тебе тоже. Мы заканчиваем разговор, и мне уже грустно от того, что завтра я его не увижу. Генри и после обеда не придет? Нет. Я в расстроенных чувствах. Что с ним, ты знаешь? Нет, не совсем. Он меня просто предупредил, что его сегодня не будет. Я скучаю по нему. Ха-ха-ха-ха-ха. Но ты же видела его вчера. И завтра он наверняка придет. Да, я знаю. Интересно, могу ли я хотя бы послать ему небольшое сообщение? Я достаю телефон и пишу смс. Ку-ку, красавец блондин. Надеюсь, ты хорошо проводишь день. Думаю, что я начинаю немного скучать по тебе. Напиши мне хотя бы, что с тобой все в порядке. Целую. Лайла. Мы выходим из столовой греться на солнышке в школьном дворе. Но сердце у меня не на месте. Лайла прислала мне сообщение. Даже если я ей и сказал, что со мной ничего страшного не происходит, чувствую, что она переживает. Эй, как дела? Похоже, ты получил плохую новость. Нет. Это Лайла. Что происходит? Думаю, что она переживает. Это вполне нормально. Она же до сих пор не в курсе про все это. Он обводит рукой все, что нас окружает. Куча техников суетятся вокруг нас, в то время как мне укладывают волосы и наносят макияж. Мы очень осторожны, когда говорим о моей жизни, чтобы не разоблачить мое прикрытие. Что касается моего отца, он, похоже, совсем не нервничает. Наоборот, с тех пор, как он нас застукал с Лайлой, целующимися на диване, он ликует. Когда собираешься ей все рассказать? Ты уже думал об этом? Конечно, я уже об этом думал. Я думаю об этом каждый день. Даже если я чувствую себя с ней, как в сказке, я не смогу вечно хранить свой секрет, хотя бы из уважения к ней. Я собираюсь поговорить с ней после выпускных экзаменов. Не хочу ее тревожить накануне. Это было бы неправильно. Она уже и так из-за меня начала отставать в учебе в последнее время. Если она еще и выпускные завалит из-за меня, я никогда себе этого не прощу. Успокойся! Я думаю, что она достаточно умна, чтобы взять себя в руки. Да, но если я могу ей в этом помочь, будет лучше. Я смотрю на телефон. Ну вот, все закончено. Я наконец готов к съемке клипа. Спасибо. Эй, все, внимание! Мы оставим Джея одного на несколько минут, чтобы дать ему сосредоточиться. Прошу вас покинуть ложу. Я смотрю на отца, который улыбается и подмигивает мне. Я понимаю, что он делает это все, чтобы я остался один и смог позвонить Лайле. Как только последний человек выходит из помещения, я сразу ей звоню. Она почти немедленно отвечает. Генри! Я улыбаюсь. Да. У тебя все в порядке? Конечно. Лайла, я тебе уже сказал, что ничего страшного со мной не происходит. Не волнуйся за меня. Знаю. А ты? Как у тебя дела? Нормально. День тянется бесконечно. Это потому, что ты по мне немного скучаешь? Я говорю словами Лайлы, слегка провоцируя ее. Да, немного. Только немного? Очень сильно. Это все, что я хотел услышать. Мне тебя тоже не хватает. Если бы только она знала, как сильно. Несмотря на то, что у меня очень-очень насыщенный день, мне все равно кажется, что время остановилось. Тогда возвращайся побыстрее. Я сделаю все, что смогу. Если я не очень поздно закончу, можно к тебе забежать на пару минут? Если нужно, я буду ждать тебя всю ночь. Обещаю сделать все, что от меня зависит. Должен теперь попрощаться с тобой. Меня ждет отец. До вечера. До вечера. День будет бесконечно долгим. Ну что, пламенное сердце? Я могу тебя здесь подождать, если ты не будешь ее тискать два часа. Папа... К тому же ты видел, который час? Надеюсь, ты не собираешься звонить в дверь. Все уже, должно быть, спят. Я не собирался звонить и в дверь. Отец догадывается о моих планах. Подумай только. Я еще ему потакаю в этом. Надеюсь, что тебя не застукают соседи. Если меня схватят, я скажу, что ты ничего не знал. Не переживай. О тебе не буду думать, как о недостойном отце. Я все-таки самый крутой папа на свете. Все как надо. Давай, топай, Ромео. Я выхожу из машины. Перелезаю через ворота и оказываюсь в ночном саду Лайлы. Обхожу дом. Стараюсь не шуметь. В час ночи все должны уже спать. Я подхожу к ее окну. Как здорово, что у нее одноэтажный дом. Отправляю ей маленькое сообщение. Тук-тук. В ее комнате зажигается свет. Она проснулась. Или ее разбудило мое сообщение. Я решаюсь постучать два раза в ее ставни. Как можно тише, но достаточно громко, чтобы она смогла услышать. Открывается ее окно, а потом и ставни. У меня начинает колотиться сердце. Как же мне ее не хватало. Гораздо больше, чем я мог подумать. Все, ребят, на этом мы с вами останавливаемся, прерываемся. Продолжение мы посмотрим завтра. Ну, а на сегодня всем большое спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока!